Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Одиннадцатый ход нашей войны уже настал, и... Это тот самый ход. Когда война у нас полностью перевернута, и... Всё в корне просто меняется. Эльфы выходят вперёд, санты начинают проигрывать... Все зоны подряд. Просто всё подряд они начинают проигрывать, и такими темпами... Война может повернуться таким образом, То, что санты в итоге, по окончанию войны, вообще станут самой... Мало имеющей зоной фракции. То есть, она будет, по сути, на третьем месте после окончания войны. Кто бы мог подумать, что такое вообще может произойти, Кто бы мог подумать пару-тройку ходов назад, То, что санты вообще сдадут позиции, То, что у них что-то начнёт не получаться. Ну и сегодня, наверное-таки, я вам скажу, Из-за чего вообще все эти проблемы-то начались у данной фракции. И почему сейчас всё складывается настолько печально. И эльфы реально дико-жёстко давят. И, по сути, остаётся чересчур маленькое количество времени. И если завтра эльфы заберут, как минимум, ещё десяток зон, То уже можно будет начинать говорить о том, Что эльфы выиграют эту войну. Ну и это уже будет не такая победа, Как со стороны сант, которые лидировали до Восьмого, если не ошибаюсь, хода. А это победа, которая вот именно в тот самый период, который надо, Начнётся. И, по сути, даже ты камбэкнуть не успеешь. У тебя уже заканчивается время. И остаётся там, грубо говоря, два хода. А за два хода ты ничего не заберёшь. И, в какой-то степени, Имея основную фракцию на... Ну, я имею в виду, основную фракцию, это именно основной аккаунт С фракцией санты. Мне обидно за то, что я всё это дело вижу. Я вижу, насколько печально, и насколько быстро и глупо. Эта фракция просто падает, просто рушится. У неё ничего не получается. И сегодня давайте поговорим об этом. В чём же вообще проблема? Почему так просто начинают забирать такое большое количество зон? Ни для кого не секрет, друзья, то, что Распределитель каждый день, да даже, ну, не то, что каждый день, Каждую минуту добавляет новых игроков в нашу войну. Каждый игрок покупает, и я более чем уверен, что есть ребята, Которые покупают дополнительно на мультов сейчас прямо-таки Данные фракции и Распределитель Это та вещь, которая даёт вам определённую фракцию Работает таким образом, что она подкидывает игроков той фракции, Которая более нуждается в этом. То есть, это уже происходит в какой-то степени не совсем рандомно, да. То есть, есть определённая формула, я так понимаю, у данного распределителя. И, по сути, всё это дело распределяется таким образом, То, что, например, у эльфов в определённый момент времени меньше звёзд, Меньше игроков играет, значит, фракции докидывают игроков. В принципе, мы это вместе с вами и видели на протяжении где-то 3-4 ходов обратно. Фракция находилась на последнем месте, грубо говоря, по общему зачёту не имеющихся именно зон на карте, А в проценте именно набитых звёзд по отношению к другим фракциям. Да, у них удавалось удержать больше фракций, чем у снегаевиков, Но сейчас всё в корне поменялось. И это не единственный момент, из-за чего сейчас имеются такие проблемы, например, у Сан. Все проблемы начались с того, что Санты имели чересчур большое количество выгодных зон для себя, И в какой-то степени чересчур увлеклись тем, насколько просто эти зоны им достаются. Они перестали дефать нужные точки, начали дефать точки по одному очку, Атаковать на столице. Зачем атаковать на столице? Это та зона, которая 100% будет дефаться, А если не ошибаюсь, то в девятом ходе этой войны, в девятый день, Санты в общем раскладе отдали почти 100 тысяч звёзд на столице. Это настолько глупое решение. При том раскладе, то что можно было добирать дополнительные одноочковые зоны, Облегчать себе ситуацию на карте, Но в итоге, проигрывая раз в такой ситуации зоны, Проигрывая второй раз, потому что это несколько раз они атаковали на эту столицу, И за счёт этого просто отдавали другие зоны. Соответственно, всё просто. И при том раскладе, когда у тебя вот сейчас, например, Остаются вот такие вот окошечки, Это очень печально сказывается на самой фракции. Потому что большинство игроков смотрят на эти окошечки и думают, Блин, у меня есть палуба за одно очко, И давай-ка я буду кидать в неё деф. Но это настолько глупое решение, Настолько бесполезное решение, То что лучше бы ты бы вкинул бы эти звёзды на Иран, На Берлин, там где нужны эти звёзды, Дабы держать эту позицию. Вкидываешь палубу, Держишь зону за одно очко. Ну а толку от этой зоны? Тебе она не даёт ровным счётом ничего. И при этом ещё открывает Большинство зон для атаки, Для тех игроков, Которые, ну не особо разбираются, наверное, в этой войне, И не особо шарят то, Что когда ты будешь вот в такой зоне атаковать, И при этом у тебя не будет ни одной актуальной нормальной зоны, Это глупость. Но, Сами понимаете, Что у фракции есть игроки, Которые просто щёлкают. Они просто щёлкают, Им без разницы, что они делают. Они просто щёлкают, Попадают, И в общей сложности из-за этой палубы 10 тысяч звёзд ушло в никуда. Так же само было и с эльфами, Так же само было со снеговиками. И, Когда вот ты так вот именно чётко контролируешь позицию, Как сейчас делают это эльфы, То есть, У них все зоны идут сейчас одним, Слитком, можно так сказать, Одной волной. И, У них нету выпадающих каких-то зон. Именно в такой ситуации находились санты, И когда у тебя всё протекает именно таким образом, Тебе намного проще забирать дополнительные зоны, И при этом ещё дефать свои. Что мы сейчас видим? Эльфы в большинстве своих зон, Так же как и санты в начале войны, Всё дефят. Всё дефят. Да, там может быть какая-то одна выделяется, Выбивается, Но не в этом суть. Они дефят. Что касаемо сант, Я начинаю щёлкать, И вы просто видите, Что за исключением одной зоны, Которая называется зона, Все эти зоны уходят против. Все карты просто подчистую уходят против. И у меня встаёт вопрос, А для чего? Для чего вы вкидываете вот сюда 23 тысячи, Но при этом отдаёте Иран, Отдаёте Берлин. Ну ладно, там на зону вкинули эти 43 тысячи, Но это тоже много. Надо же контролировать ситуацию, Надо понимать, что, ну, это перебор. Ты за счёт этого проиграешь. Проигрывали до этого эльфы, За счёт того, что на столицу там много вкидывали деф. Но когда ты отходишь, Когда у тебя начинает всё получаться, Ты закономерно забираешь дополнительные зоны, И просто вытягиваешь за счёт этого. И сейчас, Я бы вообще на месте эльфов не забирал бы вот эту вот палубу, Я бы не забирал бы даже снеговикам эти кёльные ущелья, За счёт этого, Вы можете захватить довольно большое количество зон, И просто убрать сад, Которые сейчас очень жёстко начинают ошибаться. Да, у них выиграются зоны, Которые принадлежат снеговикам, Но снеговики это не та фракция, Которая готова прямо сейчас выигрывать эту войну. И у эльфов на момент 11 хода Является настолько шикарнейший расклад, Дабы закончить эту войну в свою пользу. И кто бы мне сказал бы, Что дня 3-4 назад они смогут выиграть эту войну, Я бы вам сказал, Что я никогда в это не поверю. Я не поверю в то, Что так можно камбэкнуть. Но одна фракция ошибается, Другая начинает дико жёстко правильно всё делать, Тащить, Занимать нужные позиции, И закономерно, Совсем-совсем, Вот на 100% закономерно, Будут топить и выигрывать войну. И почему-то, Сейчас для меня, Я даже, ну, честно говоря, Не скажу вам такого момента, То, что думаю, что они не выиграют. Ты в 11 ходе забираешь Дополнительные территории, При этом теряя минимальное количество своих. Бог даже с этим центром, Его можно не контролить, Как показывали это Санты, Можно просто забирать трёхочковые позиции, И за счёт этого выигрывать. Даже не надо контролить центр. Можно выиграть без этого эту войну. И сейчас, Когда у них всего лишь одна центровая точка, Они её дефят, Дефят все прилежащие, Потому что звёзд хватает, И у них всё получается. У них всё получается. А Санты в какой-то момент Просто потеряли контроль. И, честно говоря, Я этого тоже в какой-то степени Не ожидал увидеть. Но имеем то, что имеем, Эльфы топят, Просто топят дико Сант, И, по сути, Уже завтра будут С наибольшим перевесом Вырываться вперёд, И, возможно-таки, В дальнейшем, Сделают такой же дикий, Жёсткий, большой перевес, Как делали у нас его Санты. Что касаемо ходов, Наверное, уже пора перейти к ним. Я сегодня довольно много Высказываюсь по поводу Самой обстановки, Потому что, ну, У меня просто Кишат эмоции, И есть моменты, Которые хочется Вам высказать. Что касаемо ходов, За Сант Я пошёл на центр, Пошёл на ту зону, Которая сейчас имеет перевес На тысячу звёзд, И, по сути, Можно было пойти Куда-нибудь на трёхочковики, Но При том раскладе, То, что отрыв минимальный, Зацепиться нужно за эту точку, Что касаемо Дефа, Берлин, Трёхочковая позиция Теряется в 2000, Но в какой-то степени Шанс того, Что она может остаться Ещё у Сант, Имеется. И, по сути, Две, Ну, хоть и имеется их три, Но всего лишь Две ключевых Трёхочковых зоны У Сант Ещё имеется, И, если После сегодняшнего хода Их останется Ноль Из этих двух, То, по сути, Санты уже, грубо говоря, Теряют Очень многое, И я не знаю, Что нужно будет сделать им потом, Чтобы они сумели потом Как-то потянуть, Вытянуть хотя бы на тот уровень, Который был у них до этого, При том, что ты дефишь палубу, Которая тебе не нужна, Из-за которой ты сам Дезориентируешься, И твои Сокомандники Делают Глупые ходы. Это провал. Это просто провал. Я не могу здесь ничего добавить, Что касаемо снеговиков, То я, в свою очередь, Дефанул кунгур, На который пошёл сантами, Очень ключевая позиция Для снеговиков. Что касаемо атаки, Иран упрочил Количество звёзд. Всякое бывает, Лучше перестраховаться. Фракции, я думаю, Что это будет более правильно. Ну, а что касаемо Эльфов, Атака Берлин, Трёхочковая эта зона, Про которую я говорю, Что она является вообще Очень ключевой, Что Берлин, что Иран. Ну, а что касаемо Дефа, То это новелл, 400 звёзд отрыва У Пока что Дефа Имеется эльфов Над снеговиками. Ну, в общем и целом, Ключевая позиция, Которую тоже стоит Сейчас задефать. И, в общем и целом, Сегодня, наверное, За все три фракции Я показываю Не просто какие-то ходы, Да, то есть, Как было у нас, Например, у эльфов, У снеговиков, Когда они проигрывали, Там, Ну, уже выбирать было не из чего, Да, Я никогда не ставлю На точки, Которые за один ход. Вот, я, ну, не вижу в этом смысла, Да, то есть, А там, по сути, Уже ситуация не оставляла мне шансов, И мне нужно было это делать. Сейчас же все полноценные ходы Супер выгодны И супер важны для каждой из фракций. Поэтому смотрите, За кого играете, Делайте правильный выбор. Если смотрите данный видеоролик, Ещё не сделали свой ход, Обязательно потом перейдите, Сделайте, Дабы у вас всё было чётко. Ну, и В дополнении, Что я вам могу сказать? Спасибо, друзья, Всем, что поддерживаете видосы, Спасибо, что ставите лукасы, Надеюсь, что На данный видеоролик Вы также поставите свой палец вверх, Поддержите меня, Осталось не такое большое количество ходов, И Раз уж так сложилось, Что Я решил каждый день Данной войны Обозревать, То Конечно, Обязательно Мы всё это дело доведём до конца, Но вы можете просто взять, Поддержать, Поставить лайк, Подписаться на канал, Колокольчик там нажать, То есть Всё в ваших руках, Стараюсь, Делаю, Поэтому Если вы тоже Со своей стороны Поддержите, Это будет Приятно. Ну и По традиции, Наверное-таки, Я напомню вам то, Что В дискорде Всё ещё по-прежнему Есть чаты, Вы можете перейти, Пообщаться С ребятами, Возможно, Поддержать свою фракцию Эльфы, Которые сейчас дико нагибают, У вас есть возможность, Перейдите По ссылочке в дискорде, Возможно, Там даже тоже найдёте Себя новых друзей, Ну и В группе ВК Каждый день Выкладываю Пост О всё том, Что я сказал, Только Просто картинка Написано, Куда атакуем, Что дефаем, Всё показано, Если что-то не поняли, Переходите, Смотрите, Вникайте И Понимайте, Разбирайтесь В этом всём деле, Ну а я на этом буду, Думаю, Заканчивать данный видеоролик, Спасибо всем, Ребят, За просмотр, Повторюсь, Лайк ваш Очень важен, Всем удачи И всем Пока Субтитры подогнал «Симон»